Вопросов – это родительские отношения, поскольку даже при прекращении брака не прекращаются родительские права и обязанности в отношении ребенка. Я еще раз хочу получить ваше согласие или несогласие относительно того, что ваше участие в медиации является добровольной процедурой. Это так? Добровольная процедура? Да, добровольная. Регламент вы принимаете, который произнесен? Хорошо, да. Принцип конфиденциальности вам понятен? Да. И вот заметьте, уважаемые стороны, что вы несколько раз ответили утвердительно на заданные вам вопросы. Это означает, что в принципе соглашение между вами возможно также. Поэтому давайте мы не будем терять уверенности, даже если вам будет казаться, что дело зашло в тупик. И не старайтесь легко воспользоваться своим правом, встать и уйти из-за стола. Потому что прекратить попытку урегулирования спора очень легко, а наладить отношения – это сложная работа. Одновременно хочу заметить, что никто кроме вас не является лучшим экспертом в вашей конфликтной ситуации. И никто кроме вас не нацелен на то, чтобы эту ситуацию урегулировать максимально наилучшим образом. Эту работу за вас никто не сделает. То есть ее могут сделать хуже. Судьи или какие-то силовые структуры, как я имею в виду прокуратура, органы опеки, они не сделают так тонко и с учетом всех сложностей, многогранных отношений в вашей семье. Что касается расходов, то по регламенту процедур медиации эти расходы несет каждая сторона в равных долях. 50 на 50 процентов в вашем случае. Плату за услуги медиации вы предоплачиваете. Она у нас опубликована в виде тарифа на сайте – 10 тысяч рублей. Хочу заметить, что эта оплата не зависит от результатов исхода спора. Договоритесь вы между собой, достигнете соглашения или не достигнете. Она все равно остается твердой суммой. Если у вас остались вопросы, то я готов ответить на них. А если нет, то давайте приступим. И начнем с Марии. Вот примерно так произносится вступительное слово. Заметьте, пожалуйста, что я здесь говорил. Очень важно подчеркнуть принцип добровольности и конфиденциальности. Вы несколько раз акцентировали на это внимание. Да, и важно еще получить утвердительные ответы от обеих сторон спора. Вообще сторон спора может быть больше, чем две. Потому что в процедуре медиации можно представить себе участие бабушки, например, если она очень тесно вовлечена в этот конфликт. Ребенка, который, например, уже в возрасте 12-16 лет, который тоже, или нескольких детей. Поэтому, что... Тогда временные рамки тоже, они распределяются равномерно между всеми участниками данного процесса? Пожалуй, да. Поскольку все стороны имеют равные права в медиации. И, кстати говоря, вот в этом тоже предоставляется большой шанс. В случае судебного спора ребенку редко предоставляется право голоса. И его право быть услышанным, оно не так полно реализуется, как в случае медиации. То есть, я говорю из... Исключая программы восстановительного правосудия, которые имеют очаговое развитие в России, Да, это очень хорошие программы, но они развиваются лишь в некоторых городах усилиями нескольких энтузиастов. А общая ситуация такая. Это спор взрослых людей. Поэтому мнение детей не учитывается, не принимается во внимание, вот как решат родители за детей. В лучшем случае приглашается представитель Министерства социальной защиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова